Добрый день. У нас все записывается, все выставляется в интернет. Вы не против? Ну, честно сказать, немножко да. Но так как другого способа нет общения, придется с одни смириться. Мы о плохом не говорим. Я слушаю вас. Говорите. Говорите то, что не тайно, что касается души. Меня никакая жизнь там не интересует. Что-то вы скрываете. Бывает, говорят там с мужем. Меня это не надо совсем. Там я не могу ничем помочь. Вам слышно это? Да. Ну, говорите тогда. У меня в основном такие были вопросы пока, еще на данный момент. У вас платочек есть? Да. А вы почему его не надели? Наденьте его. Почему? Понимаете, женщина, когда нормально подвязана, вот тут сегодня рассматривали, одна мусульманка, может, видели этот ролик? Она как учится и как студенты, групп, приходили целые группы приходить на нее посмотреть, как она одета. У нее ни одной волосинки нету, она вся одета. И как на работе у нее успешно все идет. Какая она умница одна. Если у вас этого нету, я вам скину этот материал, и вы ее увидите. Хорошо. Говорите, что у вас за вопросы? Меня вопросы в основном волнуют в плане своего места в жизни семейной. Как поставить саму себя. А от чего это зависит, что вы их не знаете? А от чего это зависит? Что именно вас волнует, ваше положение в жизни? Если вы замужем, значит быть послушным мужу, не смотреть, как он ведет себя. Вы за себя отвечать будете, а не за него. Он ответственен перед Богом. Вы сразу себя смирите перед Богом, нигде не возникаете. Господь сказал, все, вопросов никаких нет. Я принял сведения. Я принял сведения, я приступаю к исполнению. Он сказал, летите по всему миру, я поехал по всему миру. Рассказывать о Христе, о Его любви к людям. Что Он скоро придет судить этот мир. А вот как там будет, да как придет Христос, да как все воскреснут. Да мне это не надо. Господь открыл тайну. От корки до корки Библию бери, тебе хватит знаний на сто институтов. Соглашусь. А если где-то унижается твое собственное достоинство, как на это реагировать? А ты так реагируешь. Твое я живое, ты еще не начинала жить по-христиански. И поэтому тебя враг мучает, человек. Я не конкретно к вам говорю. Господь говорит, кто следует за мною, но не отрекся с себя, не взял крест. Не достоин меня, не достоин. Три ступеньки. Первое. Отвергнись с себя, рассообщи свое я. Как пишет Александр Сергеевич Пушкин. Хулу и хвалу приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Равнодушно быть к этому. Твое я нет. У Павла говорит, я умер для мира. И мир для меня. Мы два мертвеца. И поэтому меня ничем нельзя вывести из себя. Я свое место определил в жизни. Моя для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть приносит плоды, которые мы делали тайно. Вас Вячеслав направил сюда? Да. Он нынче приезжал в Потеряевку к нам. Принял крещение. Жена его, Екатерина. Отец Николай. Он очень ревностный. И что он слышит, что он старается исполнять. Вот сейчас он взялся насчитывать мою книгу «Для слова Божия нет уз». Хотя писали два священника, но она о моей характеристике. И как, говорит, как трудно считать. Потому что через 20 минут я, говорит, начинаю спотыкаться. Но я могу выправить на компьютер, а как вы насчитывали 12 томов златоуста, жития. Вам не выправить ничего нельзя. То есть я должен считать безошибочно. Это ни день, ни два. Две с половиной тысячи часов. Да, это тяжело. Да ты возьми одну книжку, хотя бы 150 страниц, и посчитай. Возьми Евангелие, просто Евангелие, Псалтырь. Насчитай, а потом послушай. У тебя голова будет крутиться. Я заметила. У меня был человек приезжал здесь. Стали считать. Утром молитву я начало читаю, дальше Володя считает. И он. Я после молитвы говорю, а почему так считаешь? Ну, как у тебя насмешка какая-то. Ты не веришь в то, что считаешь? Он записал и говорит, и правда, а что это такое? Я говорю, сатана залез в душу. И он еще рога покажет тебе. У тебя ни слез нет, ни покаяния, ни интонации божественной, которая приемлется Богом, так сказать. Пришел к Богу. Златоуст говорит, мы умильно говорим с начальствующим, выпрашивая чего-то. Помочь где-то застряли. А то с Богом говорим. И он пал, или как мытарь, бил себя в грудь. Я не достоин. Я не достоин. Вот как надо. А ты стоишь. Со мной один был. Мы в шалаше. Я говорю, а он из старообрядцев. А у них все, вера-то такая, как говорится, из потемок вытащенная. Они в Библии нету, к Слову Божию не привязаны. Я говорю, ты вот считай, Господи помилуй, 12 раз. 12 раз, Господи помилуй, повтори. Он не может. Он начинает, Господи помилуй, Господи помилуй. Я говорю, ты как будто Бога за грудки взял и трясешь. Ну, прочитай так, что это Господь и Бог, сотворивший Вселенную. Миллиарды светил. И мы перед Ним, мы даже не молекулы. Мы миллиардная доля молекулы. Ну, разве так с Богом разговаривают? Ты же не веришь в это. И поэтому везде злоба, осуждение кого-то. Ты собой займись. Собой. И все где-то выискивает, где-то про что-то узнать. Пронырливая, как Изавель. Зачем тебе это? Я только сейчас прочитал за воротнюк Настю, эту артистку, и Хворостовского Дмитрия. Еще раз посмотрел. Ну, жили-были, женились, выходили замуж. Умерли. 1,48 лет. Умерли. А он всемирно известный певец с 55 лет. Ни лондонские клиники не помогли, ничего нет. Едут, лечиться. Вот у нас здесь свой, здесь такой же Золотухин Валерий Сергеевич. Тоже такой посредственный артистик. А сколько умирают, сколько жены, делят имение. Вот губернатор здесь умер, Евдокимов Михаил Сергеевич. Ну, сатирик. И жены тут сидят, и срам один. И нет ничего никогда. Хворостовский заказывает, я в Бога не верю. Прах мой сожгите, разделите на две счастья. Его даже назвать никак нельзя. Он неверующий. Я понимаю, Валентина Толкунова заболела. Она хоть в монастыре была, молилась. Сейчас грим-то свой мерзость с лица стерла. Алла Борисовна Пугачева-то. И там стоит старуха. Страшно смотреть. У них у всех шея. Вот как, знаете, есть такие животные. Там одна кожа только болтается. Все это она натирала, втирала. И все отмершее. Все прикрывается. Ужасно просто. И стоит бабушка какая-то. А перед народом, прима, мадонна. Ничего нету. Дух блуда мирского. Надмение. И все кого-то осуждать надо. Ты на себя посмотри. В духовное зеркало. Священное Писание. Оно подскажет тебе, как жить. Если бы человек, вот женщина, выходит замуж. Зачем ты за плохого выходила? А кто его знал, какой он будет? Ты дура, шалава. Ты не знала, куда и лезешь. Это Андрей Ткачев говорит. А это Степаненко, Максим. Это их лексикон. И они правы оба. Потому что это нельзя по-другому было делать. Ты должна делать было по совету, молиться, надо ли. Павел говорит, хорошо оставаться, как я. Зачем тебе замуж? Зачем? Вы будете иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Скорби. Муж развратник будет. Дома не будет. И ты будешь страдать. Зачем тебе? Ты живи одна. Благодари Бога. Радуйся. Я знаю молодых девушек, красавицы. И уже приняли обед. Кто в монастырь пошел? Кто так живет в миру? Ты сама на себя это взяла. Ради минутного удовольствия какого-то теперь терпишь. А как я с ним? Ты сама себе живья, о нем молись. Все. Другого тебе не дано. Жена доучится в безмолвии. А учить жене не позволяю. Не властвует над мужем. Это апостол Павел говорит. Чего ты все его как приватизировала? Он сам себе знает, где и как. Мы умрем. Сегодня я сейчас сижу, повалился, умер. Все. Давление, инсульт. Черная заноза в мозги. И все умирают артисты. Эти. Рак, онкология, мозг. Почему он не выдерживает мозг этого? Ну, 48 лет. Я просто скажу. Моя жизнь другая. У меня 81-й год. В 81-й. Они ни один даже близко не дожили до этого. Так у меня жизнь какая? Тюрьма. Лагерь. Смерти. Сколько пришлось пережить. А мне даже нужды нет. Всегда радостно. Но сейчас вернулись, 4 месяца мы были в деревне, где крещение Вячеслав принимал. Семенов приезжал с семьей. И они увидели. И вот эти 3 дня, если они были, они перевысили всю жизнь его. Какая она у него есть. И всегда радость, молитва. Где бы ни были, мы сразу на молитву. Я с тобой, Господи. Ты меня не покинь. Я рядом. Ты нашел меня. Благодарю тебя. Вразуми наставь. Мы благодарим, Господи, за первую заповедь райскую. За первую. Что позволил нам сегодня удостоиться, исполнить ее. Какую? Ешь хлеб в поте лица. И мы утром как начинаем работать до вечера. Как я говорю, у меня пот не по спинете счет, а в сапогах по спинете счет. Святые, когда молились, у них пыль под ногами делалась грязью от пота. Это первая заповедь. В поте лица. А тут чем занимаются-то? Какие разговоры ведут? Ты поставь это на весы Божьего правосудия. Ты сам от себя отшатнешься. Кто ты? Надо бы на духовно родиться. Ты будешь другой. Ты не будешь смотреть там за соседом, за мужем, зачем. А за собой да за детей. Вот твоя задача. А родители есть, ухаживай. Ну и душу туда не полагай. А то бывает больной. На шаг нельзя отойти. Как это нельзя? Ты рядом ляжешься и на шаг не отходишь. От них, ну, это не наше слово, но говорят, отрицательная энергетика. Ты лишний раз к нему не прикасайся. Тебе это не надо. Накормила, напоила, убрала, сделала, чтобы пролежья не было. И все, занимайся своим делом. Однажды я в одном городе был на Украине. А мне священник говорит, вот сейчас пели. Вы заметили, какой голос вот такой? Да, я говорю, вот. Очень славно. Она вышла, перевязывает. У нее, говорит, рак четвертой степени. Грудь. У нее все сгнило. И она вышла, чтобы перемотаться. И дальше опять. И никто не догадается. Я, говорит, как священник только знаю. Вот как. А тут где-то что-то кольнуло. Ой-ой-ой, да где Бог? Да почему? Сосед пьяница не болеет, а я болею. Вот у того так. Где я в семейной жизни? Моя роль? Твоя роль смирения. Молчание. Жене учить не позволяю. Все кончилось. Жена доучится в безмолвии. Зато он, говорит, вышла замуж, превратись в камень. Все не подходит. Ну и живи, как тебе надо. Но никакого отношения ты не будет иметь ко Христу, к Духу Святому. Мы родились для вечности. Мы бессмертные. Верующий в меня не умрет, но переходит от смерти в жизнь. Не умрет. Вы подумайте сами. Главное – это смерть. А Господь, говорит, не умрет. Он со мной будет вечно. Он воскреснет. Он омытый кровью моей причистой. И тогда ты увидишь, как все меняется. Ты сама себя в зеркало не узнаешь. Мысли твои будут такие, что ты на себя, на вчерашнего будешь смотреть и ужасаться. Это неужели я такая была? Откуда у меня такой стервозный характер был? Все цеплялось, недовольное. Божественному не верило. Пыталось исправлять кого-то. А ты увидишь, сад свой запущен. В твоем саду бесплодные деревья растут. Лисы подкопали. Ты не видишь, что они уже виноградник грызут. А Библия говорит, ловите нам лисицы и лисенят. Испорченная ограда. То есть ограждения нет. Приходит соседка или кто-то что-то сказал. Зачем ты их запускаешь, этих лис? Ты скажу, я молюсь Богу. Давай помолимся. Давай Библию почитаем. И все. Ко мне начали ходить вот так. На новое место переехали. Квартиру дали. Я сразу что делаю, ремонтирую квартиру, я Библию в руки. И все перестали ходить. Ни один не остался. Но Бог из другого места привел друзей. Людям-то нужно одно узнать, как у меня что-то выпросить. У нас устав такой, что лучше отдать нас со всем, чем давать и принимать. У нас в деревне свой устав, 40 правил. Нигде не разливать горющее, чтобы собаки зря не лаяли, скотина беспривязнена не была. Разную бесовскую музыку не включали. Поселиться в деревне может тот, когда разрешение получит, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И он это докажет. Вот подобралась компания. Да как радостно. Воскресенье все 100% в храме. И вот эти вопросы семейные у нас даже и не возникают, мы их не знаем. Поэтому сказать, какой у вас опыт? Никакого. А почему? До этого нет. Я муж. Я сказал, все, вопрос кончен. А она не будет слушаться. Это ее уже дело. Нет, значит нет. Она понесет это игорь. Муж глава. И на этом все кончилось. Жена-то боится мужа. Боится. Когда ты боялась его в последний раз? Боялась постоянно. Боялась огорчить. Не от того, что он там накрещит на тебя. Тебе разницы нет. Ты интонации его не лови. Не превратись в ведьму старую. Вот так. Спасибо. Обязательно переслушаю. Вот. У нас. Вы на наш канал заходите? Да. Я подписываю. Вот я его выставлю. Тут плохо, что меня не видно. Это вчера ремонтировали тут. Наверное, до конца не довели. Если бы у вас не было видно, то разговор бы не состоялся. Потому что вам легче. У меня от перегрузки ломается техника. Я много переписываю. Беседы. Ну и разное. Тем более аппаратуру вожу с места на место. За 150 километров машина трясет там. Ну и понятно. Она тоже любит машину. А у меня большой процессор. Монитор отдельный. Какие у вас вопросы-то? Давайте. Так. Так. Вроде так особо сейчас вы сказали эти дела из головы. Еще раз придется послушать. Вопросы не знаю даже какие. Просто внутренняя какая-то слабость. Вот у меня приезжает некоторый. Говорит, у меня столько вопросов было. Говорит, приехал, говорит. И ни одного не осталось. А мы еще даже не беседовали. Я немного сказал. Он говорит, все вопросы разрешились. Могу ехать домой. Я говорю, нет, ты не поедешь домой. Ты будешь работать здесь. Давай, бери лопату. Пошли копать землю. Потому что тебя кормить надо. Ты должен заработать обед. Не дармоедом быть. Вы выйдете из этого состояния. Зайдите в радость. Апостол Павел к филиппинцам говорит, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Ты искуплен. Ты, грешник, вкусил любовь Божию. Господь доказывает любовь нам свою тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Никогда-то мы хорошими. Хорошие только во Христе. Без Христа Господь говорит в 15.5 Евангелия Тиана. Без меня не можете делать ничего. Ничего. Ты настроение хорошее. За деньги не купишь. Ну, тебе ты можешь смотреть чужую комедию. А своей комедии-то кто ты? Клоун. Твоя жизнь должна быть примерным для окружающих. Чтобы муж радовался встрече с тобою. А когда он подойдет, а тут такая щушка. Ну, что он? Что он? Только и глядит, где лучше пригреют. У вас от этого понятия нет. Вот выступает мусульманка одна и говорит, он на работе был, в командировке. Какие опасности. И мы тут встречаем его, гундосим его. Те им недовольны. Другое я одна. Раньше на Обозово ходили мужики. Лошадь, запряженная сани. А там несколько мешков пшеницы. Они их везут сдавать, чтобы деньги-то были-то. А жена, он бежит сейчас за морозом. А мороз 45 градусов-то. Ему со всех сторон тепло. Он бежит. А я тут на печи. То один бок жжет, то другой. А ему хорошо. Он бежит за санями по снегу. Мужики живут меньше, так устроено. И поэтому береги его. Благодари Бога, что Бог дал тебе мужа. Ты ему не судья. Благодарю. Да. Вот мое место в жизни. Вы женщина. Вы же не гримируетесь под женщину. Вы настоящая женщина. И вот роль ее выполните. Благодарение Богу. Муж где-то, а ты только молись. Укрепляйся. Молись за патриарха, за епископов. За свое место, где живете. За людей. И все время занимайся. Выходи с нами на занятия. Вот у нас занятия. Вы знаете, Сергей Павлович ведет. И никогда не спорь. Не задавай вопросы, которые противоречатся священным писаниям. Иначе Господь тебе просто отключит тебя. И ты не будешь не разобрать. То ли на кухню, то ли на горшок. Хорошо. Не буду спорить. Да. Златоуст говорит, научитесь... Златоуст говорит. Они разрешаются. А вопросы надо задавать. Но там, где Писание четко об этом говорит, их вопросов не может быть. Господь есть Бог. А где сказано? Он себя говорил. Дела его показали. Он говорил, прощаются тебе грехи твои. А это делает только Бог. Или он что перехватил, лишнее сказал. Я и Отец одно. Господь Бог. Мы верим Святую Троицу. Я поняла. Спасибо, что с вами поговорили. Я обязательно еще раз хочу послушать. Да. Ходи всегда в платки. Я надеюсь, чтобы волосинки не было видно. Вы видели, как у нас одевается женщина? Да. На наших роликах. Вот занятия, когда идут. Занятия детские. Я могу вам скинуть. И посмотреть, как сидят девочки. Молоденькие девочки. Совсем. Даже, ну, до школьного возраста. И как они одеты. Меня муж не поймет. Вы, понимаете, будете выглядеть по-другому. Потому что жена, молящаяся с открытой головой. А волосы, это уже открытая голова. Говорят, постыжает голову. Вы, и вам не муж постыжает. Вы сами ее постыжаете. А оденься прилично. Платье сделай, чтобы оно ступню задевало. Вот эта женщина-мусульманка-то, которая, я говорю. И вот она ее посмотрела. Видела. Видела. Она в институт заходит. Одна. Одна такая. А те другие там в штанах. И, ну, американские женщины написали мусульманкам. Говорят, какие вы счастливые. Как вас ваши мужья охраняют, одевают. А мы на посмешище. Груди видно. В штаны залезли. А это все мерзость. Мерзавки. 22.5 в Таразаконе говорится о том, чтобы мужчина не носил женская одежда, а женщина мужской. В брюки перезалезли все. А это мерзавки. Мерзавки. Им это не очень хорошее. Видите, тут не о чем рассуждать. А то начинают там священники выступают. Да вот мода такая. То есть он колобродит умом. Ему отвечают за это. Ни направо, ни налево не отступай. Как Писание говорит. Бог сказал. Ты должен ответить. Слушает раб твой. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Мы же считаем молитвы. Поняла. Ну вот так. Я вам говорю. Ну исправлять. Да, да. Исправляться. Стараться. Так, с чего стараться? Стараться надо. И сказать, Господи, дай мне рождение свыше. Рожденный свыше, он не нуждается в этом исправлении. Бог его сразу исправляет. Он родил его заново. Он чувствует в духе своем, что Дух Святой ему говорит. Как поступать надо. Живи экономно и экономно. Дабы было из чего уделять нуждающимся. У отца-то пенсия сколько? Нам хватает. Я говорю, сколько? У него чисто эта пенсия, я даже не могу сказать, приходит тысяч, наверное, двадцать восемь. Двадцать восемь. У меня пенсия за 35 лет трудового стажа восемь тысяч сто сорок один рубль тридцать три копейки. Я живу как царь. Он тоже много работал. Я говорю, восемь тысяч. Не двадцать восемь, а восемь. Нет, там, дело в том, что там же, так как он инвалид. Да я знаю все это, что инвалид. Ему это не надо инвалид, он болеет. Ему там на это деньги тратить не надо. Хоть день и ночь, что его лечи, он инвалид. Он таким и будет. Это не надо деньги на это тратить. Где требуется, допустим, там, чтобы пролежи не было. Главное пролежи. Все остальное не имеет значения никакого. Вот Сергей Козлов. Он 17 лет лежал парализованный. Совершенно, полностью. В прошлом году он умер. Или даже это нынче было еще. Тридцатилетний нырнул в бревно головой, ударился. И как он страдал, бедный. И у него дух был всегда спокойный, радостен. До конца его ум не был поврежден. Молиться женщина должна с покрытой головой. А вы ходите с открытой, трясете волосами-то. Вам молиться-то нельзя. А ты постоянно подходишь к отцу и помолись. Господи, если угодно тебе, воля твоя. А у тебя голова не покрыта. Ты постоянно молись. Побыла здесь, пошла, Господи, слава тебе. А платка-то нет, ты и молиться не можешь. А то покрывало для Бога, для ангелов. Самое простенькое, и то выполнить не можете. То есть не хотите. А ты сказала, я это услышала, все. Мой волос больше солнца не увидит. Я печеньком 40 лет работал. Печи делал разные. Я работал у казахов. И они говорят, у нас закон такой. Солнце не должно видеть волос женщины. И это правильно. Правильно. Щубы ваши никому не нужны. Я вот слышал рассказ, тут одна знает ее. Женщина услышала, что должно быть два платка. Один тут завязывается вокруг головы, а другой сверху. Чтобы волосы-то... А муж-то смеется. А муж-то не верит. А ей она выйдет, волосы-то не просушенные. Она помоется и выходит в оплатку. А муж-то, я говорю, ты все, смохну волосами. Тебя уж воняет голова-то. Я не хочу, чтобы ты видел. Раз ты не хочешь, я стараюсь тебя не обидеть. Ладно, ты снимай волосы. Пусть высохнут. А она пять часов их сушит. Она или сидит там, пока не высохнут? Где ванна-то у нее находится, душевая. Даже слышишь и не верится, что в наше время есть такие женщины. Дверь тебе открыта будет для благовестия. Кому сказать о Боге. Радостную весть воскресенья сказать. Люди, знаете ли вы, что Христос умер за наши грехи? За наши. Вот я что творила? Он за все это умер. И дает прощение, если я каюсь. Даю обещание никогда на старый путь Не возвращайся, как пес на блевотину. Как вымытая свинья идет валяться в грязи. Эти слова я считаю, и Слово Божие. Я знаю. Я читала. Вот, теперь радуйся. И о муже никогда плохо нищи, ни одного слова не говори. И только думай, какая ты, а какого мужа Бог дал тебе? Он сказал интонацию. Да кто ж тебе позволил его судить, интонацию? Ты же его довела до этого. И ты даже не понимаешь этого. Я не к вам говорю, а вообще к женщинам. Женщина слабое создание. Утлый сосуд. Утлый. То есть, такой слабый. Ну и будь такой слабый. Ты не будь чугуном, который разбивает его. Тебе Бог дал родиться. Определил тебя женщиной. Ну и трудись для Бога. Этим и стараюсь. Есть такая песня. Благодарю тебя, Господи, что дал мне мужа. Не слышали? Нет. А люди поставили и мне скинули. Говорит, это про вас говорится. Я вам могу скинуть ее. Зарядите. Хорошо. Вы хорошо, что с Вячеславом познакомились. Он хороший. Вы многое от него узнаете. Это он нас свел. Я заметил. Ему сразу же позвоните и скажите. Мы встретились, но у меня не работал глазок. И поэтому от меня не зависело. Беседа могла не быть. Но вы согласились без него побеседовать? Да, конечно. Да. Мне это не важно. Ну вот, видишь как. Слава Богу, что... Так. Еще какие вопросы есть? Да пока нет, наверное. Ну и все. Давайте расставаться. Старайтесь. Давай. Сохранит вас Господь. Отключайтесь. Спасибо, Господи. Ну вам видно меня? Вам видно меня? Да, видно. Ну вот, видишь как. Подправили маленько. Ну так, у нас администрация занимается выставлением, а на нее каждую неделю один раз я отправляю в воскресенье материалы. И в течение следующей недели наши разговоры проявятся. Так что на наши ресурсы заходите, постоянно смотрите. Как я назову я его, я еще не знаю, бывает по писанию. Вы поняли меня? Хорошо. Да. Да. То есть иногда я ставлю, это очень редко когда. Мне трудно, времени даже нету. Поэтому делают администрации другие люди. Иногда бывает в другом конце страны. Отправляем, а другие ставят, а тогда все делается открыто. А мне замки снимать. Я каждое утро этим занимаюсь. Вот в Потеряевке был, а то я где-то в час ночи начинал и в пол первого часа работать. Это большая работа. Но у нас роликов 16800. Я нигде в интернете больше такого не стряхал, не встречал. Чтобы в одном лице человек столько роликов имел. И у нас они буквально все охватные. И мы их не компонуем никак. Чтобы они красиво выглядели. Вот как эта женщина-мусульманка. Видишь, как она составлена. А мы вот просто пишем. Как жизнь сама идет, так и показываем. Это не совсем хорошо. И в то же время это очень ценно. Мы ничего не накручиваем. Мы хотим показать. Вот у нас в стране погибло 21 тысяча деревней. И мы хотим показать, что можно начинать жить прямо с сегодняшнего дня. Мы же выжили. И голодных нету. И дети счастливые. И не слышат ни худого слова. У нас всегда все есть. Первый же год картошку посадили. Лопатой копали. А сейчас уже техника есть. Комбайн. Вот нынче он построил себе уже, который приехал. Ничего не было. У него было 36 крупного рогатого скота. Около 100 вещек. Сейчас 430 гектаров земли уже у него. Сын подрос. Приехал совсем маленький. А сейчас университет закончил. И вместе работает на комбайне, на тракторе. Второй зерносклад построил. 720 квадратных метров. Чуть не в 3 миллиона обошелся. Видишь как? И мы людям показываем. Все снимаем. Вот как начинали делать. Такая земля наклонная там. И как возили они сами. Откуда глину. Как разравнивали. И дальше как ставили железные столбы. Крыша. И сейчас там обработка идет. И ворота навешают уже. Вот он пишет. Виталий-то. Кто онлайн. Вот хорошо, что зашли. Вот. Да, я все поняла. Так. Никогда себе поблажек не делай. Слушай внимательно меня. Никогда. Вы еще раз посмотрите вот этот фильм. Который я вам скинул. Про мусульманку-то. Вы его смотрели? Просмотрели? Да. Вот. Еще раз внимательно. Как она в университете. Как она отзается преподаватель. Как на работе она. Как там платье продает. Это все видели, да? Да. И она говорит, человек должен настаивать на этом. Он побеждает трудности. И поэтому такие к нему люди идут. А не так, что сказал. Это все. Заскислые. Кверху ножками. Кто-то ко мне просится уже опять. Сейчас Вячеслав их на меня насылает. А если вопросов нет, мы расстаемся. Так? Да. С Богом. Храни себя. Бойся грешить. С Богом.